видео называется первые из плейлиста как идеально залить наливной пол вот чаще всего много ошибок совершается именно из-за того что мы не понимаем свойства наливного пола вот почему называется плейлист новая технология потому что некоторые моменты которые хотел я обсудить на самом деле мало кто их понимает и мало кто их делает вот и потом после чего приходится много моментов устранять уже после того как высохла поверхность или уже схватилась приходится шлифовать сверху или возможно доливать вот первонаперво хотел остановиться на поверхности какая должна быть поверхность поверхность должна быть хорошо загрунтована что значит хорошо загрунтована. Вообще, какая грунтовка? Грунтовка глубокого проникновения. Многие спрашивают, нужно ли проходить бетоноконтактом? Нет, бетоноконтактом проходить не надо. Бетоноконтакт создает пленку поверхностную, но плохо проникает вовнутрь. Вам нужно пролить, если рыхлая поверхность, как в данном случае у нас, которая пачкается, которая белится, ну то есть рыхлый раствор. Нужно пролить его. Мы его два раза проливали. Причем, лучше проливать мокрое по мокрому. Почему? Потому что, когда первый раз вы проливаете, у вас схватывается пленка, высыхает и потом второй слой не дает проникнуть глубже. А здесь, получается, вы как бы заливаете его и он еще глубже. Вообще, грунтовка глубокого проникновения способна проникать до 10 сантиметров в толщу стяжки. Поэтому, если мы дадим такую возможность, особенно это касается полов, то есть как бы проливаем и она пропитывается. Если стяжка рыхлая, то таким образом можно ее спасти. Не нужны такие средства там специальные, которые продаются там для усиления стяжки. Вот самое лучшее это грунтовка глубокого проникновения. Итак, мы решили вопрос, пролили, подготовили. Далее приступаем к разметке. Во-первых, смотрим плоскость, смотрим, простреливаем по уровню самые высокие точки, понятно. Видим, например, какая у нас максимальная толщина стяжки будет. Вот. Если стяжка в пределах двух сантиметров, а в принципе наливной пол в основном в этих пределах и льется, потому что если уже больше, то это как бы уже накладно получается. Тогда уже идет грубая стяжка, там уже совсем другой равнитель. Вот. То есть обычно используется вот такой обычный дюбель. Вот мы используем. Некоторые используют марочки, которые в магазинах продаются, клеятся к полу. Вот. Но самый такой вариант, как говорится, под рукой обычный дюбель. У него вот этот диапазон 6 на 40 где-то в пределах двух сантиметров. Мы можем регулировать по уровню вверх-вниз. Вот. Как это все делается? Ставим в одну точку лазерный уровень, стреляем, приставляем рулетку, закручиваем, откручиваем, то есть на той метке, которая нам нужна. Вот. Соответственно, в пределах двух сантиметров мы можем это легко сделать. Вот. Еще такой момент. Чем чаще вы сделаете вот эту разметку, обратите внимание, у меня вот на вот этот метраж, где-то 15 квадратных метров. Вот. Порядка 55 дюбелей идет. Как я их размечал? Размечал где-то такими ячейками метр на метр. Вот. Это делается для хорошего ориентира, потому что маяков здесь нету. Здесь есть точечные только марочки, которые будут давать нам понять, верх марки будут давать понять нам, что в этом случае, то есть это наша плоскость. То есть это ориентир. Соответственно, если исчез дюбель, значит вам нужно разогнать, разогнать волну. Вот. Самое, вроде бы, казалось все по-старому. Единственное, за исключением вот, наверное, вот этих, вот этой чистоты. Чистоты. И некоторые используют треноги. Вот. Но мы все-таки, вот это понадежнее, потому что это не собьется точно. Вот. Ты уже ставишь, и это уже жесткий ориентир. То есть никуда он не денется. Единственное исключение, если, конечно, сами собьем ногами там, возможно, когда будем передвигать что-то. Вот. Но нужно быть осторожным. Вот. И получается, то есть мы выставляем. Вот далее идет самое интересное. В следующем видео расскажу и покажу наглядно самый основной момент, почему мы считаем именно вот, какое новшество в технологии по заливке. Вот. Поэтому те, кто не подписался, обязательно подписывайтесь на канал. Вот. В следующем видео все наглядно я продемонстрирую. Потому что самая основная проблема, когда мы заливаем. Вот. Та зона, которую мы, например, пролили, допустим, замешали бадью. Вот. И получается стык. Стык, когда следующая волна идет. Вот это самая проблема. Вот как эту проблему решить, чтобы была однородная поверхность, не было наплывов слой на слой. Вот эту проблему как раз в следующем видео мы осветим. То есть мы расскажем несколько секретов, как избежать, чтобы поверхность была идеальной. Как этого избежать. Потому что, когда большая плоскость, невозможно залить идеально по старой технологии. Вот, в принципе, все. А, еще не сказал. Обязательно демпферная лента идет. Тем более, где теплые полы. Вот. И еще наперед забегу. Мы зонально будем еще разбивать демпферной лентой. Если большая комната, там, если сильно большая, две линии. Если вот как здесь, но хотя бы одну по центру обязательно пробивать. Вот, в принципе, все. В следующем видео уже дальнейшие интересные моменты будут освещаться. Спасибо за просмотр.